А давай вечером посмотрим бразильский, хочется сказать, сериал, но нет. Сегодня речь пойдет о фильмах. Современный кинематограф Бразилии это порядка 150 полнометражных картин ежегодно, плюс короткий метр, некоммерческие проекты. Итого в год около 500 новых фильмов. Бразильцы снимают не только мыльные оперы. Наш зритель об этом знает давно, просто иногда забывает. Продукты бразильской киноиндустрии на советских экранах начали появляться в середине прошлого века. Одним из пионеров стал фильм «Там, где кончается асфальт». Вот из-за таких вещей и начинаешь думать, что Бога нет. Если бы он был, он бы этого не допустил. А ты что, думаешь, Бог выбирает, кого ему взять к себе? Он вроде нас. Какой груз попадется, такой и берет. История о водителях грузовых автомобилей нашему зрителю оказалась близка. В советском прокате у фильма даже саундтрек был на русском языке. Песенку шофера быстро выучила вся страна. Чуть позже озвучили и показали картину исполнителя обета. Кстати, эта драма стала первой бразильской лентой, которая получила золотую пальмовую ветвь и номинацию на Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Также среди популярных в советском прокате лент знаменитые картины режиссера Нельсона Перейреду Сантуса «Рио 40 градусов» и «Погубленные жизни». В 63-м Сантус даже сидел в жюри Московского международного кинофестиваля. Спустя шесть лет за судейский стол ММКФ пригласили еще одного известного бразильца – режиссера нового кино Глаубера Рошу. В 81-м бразильская лента в каменных джунглях Сан-Паулу получила золотой приз на Московском международном кинофестивале. Всего за советский период на большом экране зрители увидели около 20 бразильских фильмов. А в конце 90-х на весь мир прогремела лента «Центральный вокзал». «Бафта», «Золотой глобус», две номинации на «Оскар». Драма Вальтера Салеса словно заявила – у бразильского кинематографа большое будущее. Однако, как показывает современный российский прокат, это будущее еще не наступило. Прокат, широкий прокат, бразильские фильмы не уходят уже давно. То есть на моей памяти самые такие крупные прокатные фильмы – это были мультфильм «Рио», «Город Бога» – это 2004 год и «Рио, я люблю тебя». Фильм, который показывали на фестивале бразильского кино. Этот фестиваль – своего рода окно для новинок бразильской киноиндустрии. В программу попадают лучшие картины из тех, что за год вышли в широкий прокат у себя на родине. Первый фестиваль бразильского кино в России прошел в 2008 году. Тогда фестиваль прошел в библиотеке иностранной литературы в Москве. Мы привезли очень хорошую подборку из 20 картин. Фестиваль 2008 года вызвал широкий зрительский интерес, потому что подобный смотр бразильского кино проходил в России впервые. Наша главная цель, наш принцип – показывать российскому зрителю самое разнообразное кино Бразилии. Мы стараемся привозить все возможные жанры – драмы, комедии, романтические комедии, биографические фильмы и, конечно, документальные картины, чтобы показывать российскому зрителю все богатство бразильского кинематографа. Картины, фестивальные программы отбирают специально под интерес нашего зрителя. Возможность на большом экране увидеть лучшие из новинок бразильского кинематографа у россиян появляется раз в год. И с каждым фестивалем гостей приходит все больше. Бразилию начинают узнавать во всей ее полноте. Люди открывают для себя культуру страны, узнают что-то, кроме нашей кухни и карнавала. Вот, пожалуй, самые популярные аспекты бразильской культуры у россиян. Мы счастливы сегодня видеть результат, что так много людей интересуются, приходят, смотрят. Людмила на фестиваль бразильского кино приходит каждый год с 2008-го, о первом узнала из интернета. Говорит, фильмы Бразилии были нечастыми гостями на российских телеэкранах, поэтому новый тогда фестиваль очень ее заинтересовал. Бразильский фестиваль – это определенно уже часть моей жизни. Я уже привыкла к бразильским фильмам, для меня это настолько естественно. Новый язык, новые знакомства. Фестиваль бразильского кино Людмиле дал многое. Она хранит все программки за 11 лет и с удовольствием пересматривает фото. Людмила уверена, кинематограф Бразилии в России недооценивают. И если бразильский сериал – это уже бренд, то бразильскому кино требуется еще несколько лет, чтобы завоевать массового российского зрителя. Каждый год бывают удивленные возгласы. Ой, в Бразилии кино есть. Для многих это открытие. У них были стереотипы о том, откуда там кино, там только дикие обезьяны или сериалы. Фестиваль бразильского кино в России проходит в Москве и Санкт-Петербурге. География расширяется с трудом, но организаторы планируют через несколько лет охватить пять или шесть городов России. А пока с кинопроизводством Бразилии россиян знакомят на других фестивалях. Благодаря фестивалям в других городах, например, таким как Флэйр Тиана в Перми, Меридианы Тихого во Владивостоке, зрители в других городах также имеют возможность познакомиться с бразильским кином. И не могу, конечно, не упомянуть бразильский документальный киноклуб, в рамках которого мы показываем именно документальное авторское кино. Мы также имеем партнеров в Красноярске, в Нижнем Новгороде, делали показы в Астрахани, в Сочи и таким образом пытаемся ознакомить более широкую публику с бразильским кином. Ольга с бразильским кино и сериалами познакомилась еще в школе. Особенно полюбила актрису Режину Дуарте, но на русском было слишком мало работ с ее участием. Так, благодаря бразильской звезде Ольга начала учить португальский. И не зря. Однажды ей удалось пообщаться с Режиной на родном для актрисы языке. В 2012 году мы с ней встретились лично. Я сходила на ее спектакль. Это было очень эмоционально, потому что, как и все бразильцы, она любит обниматься. И она бросилась обниматься, что меня даже немножко сначала, то есть я вот так вот от нее, хотя она не поняла, потому что, ну, как бы, ну, было прикольно. Актриса, скажем так, старого, старая гвардия. Это та еще школа, ну, такая более эмоциональная, более, не знаю, правильная, что ли, с точки зрения актерского мастерства. Ольга давно следит за киноновинками Бразилии. Говорит, за последние 10 лет качество картин выросло в разы. Нередко бразильские фильмы девушка советует своим знакомым. Люди потом мне пишут, Оля, мы в восторге. Это было круто, спасибо тебе большое. Не всегда русскому человеку будет понятен бразильский фильм, особенно если ты не сталкивался с культурой Бразилии, потому что у них это может казаться немножко поверхностно. Бразильское кино, оно, оно о реальности, о тех чувствах, которые ты переживаешь ежедневно, но не глубоко. Благодаря бразильскому кино и сериалам Ольга не только выучила португальский, но и нашла много друзей по интересам. Несколько лет назад она охотилась за дисками с Малу Муллер. Главную роль в этом сериале сыграла Режина Дуарте. Антон тоже увлекался культурой Бразилии, учил язык, и у него как раз оказались редкие диски с Малу Муллер. Это был первый сериал, где главная героиня была феминистка. Он сделал много шума в Бразилии, в Европе и Латинской Америке, получил много наград. В России его не показывали, как бы только на языке оригинала он был. Антон говорит, Малу Муллер – хороший, пример сериала, который понравился бы российскому зрителю, но на наши экраны, к сожалению, не попал. Речь заходит о Бразилии, бразильском кинематографе. Все говорят, ой, рабыня Изаура. Начинают какое-то мыло вспоминать, даже не зная, что, например, говорят, богатые тоже плачут, либо просто Мария, хотя это вообще к Бразилии не имеет никакого отношения, это Мексика. В начале 90-х, когда в Россию грянул латиноамериканский кинематограф, в основном, что у нас показывали, это были теленовеллы, так называемые дневные. Это розовая теленовелла. И в Бразилии она называется еще новелла «Аквакомасукар» – «Вода с сахаром». Это новелла для домохозяек. Обидно новеллами для домохозяек ограничивать свои представления о кинематографе крупнейшей страны Южной Америки. Бразилия производит и прайм-тайм-сериалы, например, «Клон». Он с огромным успехом прошел у нас в 2000-х. Бразильские сериалы, пусть и разного уровня качества, еще встречаются в наших телепрограммах. А вот с показами бразильского кино дела пока обстоят сложнее. Станут бразильские фильмы регулярной строкой российского кинопроката или нет, ни зрители, ни эксперты пока сказать не могут. Ясно одно – картины бразильского кинопроизводства точно достойны вашего внимания. Ольга Бубнова, Владимир Брагин, Аванеса Витисян, Антон Косолапов, ТВ Брикс.